Уважаемый Андрей Юрьевич, Ваше Высокопрещенство, члены Попрещенского Совета, всех вас сердечно приветствую. Мы собрались для подведения итогов работы Попрещенского Совета за минувший год и для рассмотрения первоочередных задач, которые возникают в связи с празднованием 500-летия со дня представления преподобного Иосифа Володского. Обитель преподобного Иосифа является одной из важнейших православных святынь нашего Отечества, свидетелем многих трагических и одновременно героических событий в истории российского государства. Основатель обители преподобный Иосиф был личностью поистине знаковой для своего времени. Он ревностный монах, талантливый церковный писатель, человек, как сейчас говорят, с активной гражданской позицией. Преподобный Иосиф внес невесомый вклад в развитие церковно-государственных отношений в нашей стране. Именно он впервые выразил идею о возможности воплощения византийской модели симфонии властей на русской почве, заявил о важности их взаимных гармоничных отношений, дополняющих друг друга обязанностей. Особое почитание церковью преподобного Иосифа связано с его немалым вкладом в борьбу с ересью. Еретические сообщества, появлявшиеся в то время, как грибы после дождя, были направлены на то, чтобы расшатать общество и церковь. Преподобный Иосиф Половский хорошо понимал эту социологическую и политическую сущность ереси. И как государственник, муж, действительно обладавший огромной проницательной способностью, способностью видеть и понимать суть событий, противостоял появлению ересей в нашей стране и предотвратил, возможно, то развитие событий, которое имело место в Западной Европе, которое, как мы знаем, привело к трагическому разделению религиозной жизни Западной Европы на католичество и реформаторство. Иногда наши критики говорят, как жалко, что у нас не было реформации. На самом деле, тот факт, что у нас не было реформации, свидетельствует о том, что нам удалось избежать глубинных разделений на идеологической почве в средние века. А значит, обеспечить целостность государства, его жизнеспособность. И последующее развитие событий, в том числе и «Смутное время», показало, насколько было важно, что Россия, Русь сохраняла единую веру и одну церковь. Потому что именно вера и церковь явились в «Смутное время» единственной силой, которая сплотила людей для борьбы с оккупантами и помогла им понять опасность тогдашних политических заблуждений. Замечательно, что многовековая история монастыря, особенно личность его основателя, препарудобного Иосифа Володского, привлекает внимание не только богословов-историков в церкви, но и имериан, представителей светской исторической науки. Сотни паломников приезжают ежедневно в Иосифов-Володский монастырь, где они обретают утешение, получают духовную поддержку и укрепляются в вере. На протяжении столетий благочестивые христиане старались внести свою лепнуву строению и украшению Иосифов-Володской обители. Их усилиями монастырь расширялся, на его территории появлялись новые храмы и здания. Однако в советский период храмы были закрыты, прекратился колокольный звон, колокольные древние колокола были разбиты и сквернены. Но, несмотря на тяжелые испытания, Иосифов-Володский монастырь все-таки выстоял, сохранился. В 1989 году началось возрождение обители. Сначала благотворительности созидали в одиночку, а затем объединились в сообщество помощи обители. Масштабные работы развернулись в 2004 году. Трудами благотворителей началось восстановление Успенского собора, трапезной палаты с храмом Богоявления. Были отлиты колокола. В 2009 году был создан Копючительский совет по восстановлению Иосифов-Володского монастыря. Одним из приоритетных проектов совета стала реализация комплексной программы возрождения моста-монастыря, включающей не только ремонтно-реставрационные работы, но и восстановление хозяйственной и духовно-просветительской деятельности обители. Милостью Божией и трудами Попючительского совета и фонда по восстановлению Иосифов-Володского монастыря, за несколько лет обитель начала обретать свой исторический облик и сегодня принимает многочисленных паломников со всего мира, приезжающих поклониться преподобному Иосифу и прикоснуться к славным страницам русской истории. Искренне признателен всем вам за активное личное участие в этом проекте, за поддержку и преодоление проделанную качественную работу. Но все же предпочтительским советом стоит ряд новых важных задач. Особое внимание необходимо уделить восстановлению монастырской колокольни, реставрации крепостной стены, надвратной церкви Петра и Павла, новобратского и старобратского корпусов, святаго колодца, башни, подворье и скита монастыря.